Практически в каждом районе города есть жилые дома без центрального доснабжения и отопления. И для их жильцов единственные источники воды – колодцы и колонки. Их в нашем городе, кстати, более полусотни. Правда, все практически в заброшенном состоянии. Но в этом году было решено жизненно необходимые объекты возродить. Этому колодцу 107 лет, поэтому его отремонтировали одним из первых. Перед тем, как передать жильцам колодец в пользование, воду проверили на качество в лаборатории. Но до массового ремонта жильцы Снеговой сами пытались поддерживать колодец в более-менее порядке. Дабы вода окончательно не стала опасной для питья. Эту обязанность на себя взял самый старейший жилец района. Лазил, чистил, там и тряпки, там и что, только не собирал. Проходилось мне раз 20 лазить. Ну, сейчас у меня 86-й год, а не могу лезть, конечно. Старое поколение обновленному колодцу рада, что нельзя сказать про поколение молодое. По их мнению, раньше было лучше. Естественно, даже в разрушенном виде оно было лучше. Просто нужно было немножко отремонтировать, отремонтировать стену и все. Очищают и восстанавливают источники некогда чистой воды во всех отдаленных районах Владивостока. Как обещают специалисты, до наступления холодов аж 2О в 37 колодцах снова станет питьевой. Предварительно они по ним проехали, посмотрели, составили списки необходимых работ. Когда-то колодцы поили весь Владивосток. И поддерживать питьевые объекты необходимо, потому что это альтернативные источники воды на случай войны и техногенной катастрофы. Алина Черненко, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.